Вот уже несколько лет с наступлением праздника Курбан-Байрам на окраине Махачкалы начинают функционировать места закалывания жертвенных животных. На данный момент в районе торгового дома Киргу полным ходом идет подготовка загонов и мест массового забоя жертвенных животных. В день Курбан-Байрам для жителей будут созданы все условия для удобного совершения обряда жертвоприношения. Как показывает практика, специально отведенные места для закалывания животных за чертой города способствуют сохранению столицы республики от загрязнения в священный праздник. Здесь будут созданы все условия для удобного проведения обряда жертвоприношения. На данный момент ведутся подготовительные работы. Сегодня здесь тихо, но через несколько дней это будет самым шумным местом в городе. Толпу людей будут стекаться отсюда, чтобы совершить жертвоприношение в праздник Курбан-Байрам. Загоны уже установлены. В скором времени они заполнятся жертвенными животными. Проводится подготовка мест для забоя скота, комнат для совершения намаза, санитарных помещений и столовой. Также в день праздника здесь будут читать проповеди и исполнять нашиды. Организатор обещает праздничную атмосферу. Человек, приходя сюда, просто ему остается выбрать животное. И наши волонтеры, и студенты из самских вузов им помогут донести на тачках это животное место забоя. После того, как принесли в жертву это животное место обделки шкуры, дальше идет обделка мяса, дальше какая часть будет отдана в медресе для моталимов, какая часть мяса он будет забирать домой. Это уже его выбор. Здесь у нас приготовлены пакеты для того, чтобы забирать часть мяса себе домой. И вот это все у нас здесь организовано. При выборе жертвенного животного необходимо учитывать определенные критерии, которым оно должно соответствовать. На местах закалывания на протяжении всех праздничных дней будут находиться специально подготовленные люди, готовы проконсультировать вас по вопросам жертвоприношения. В первую очередь самое важное качество, чтобы животное было мясистым. И если овец, то годовалым, если коза или крупный рогатый скот, чтобы он был двухгодовалым. В основном эти качества, чтобы не было животное слепым, чтобы не отсутствовало большинство зубов, чтобы оно не было слишком хромым, слишком больным, слишком худым. Обряды жертвоприношения послам организаторов проведут в соответствии с санитарными нормами и правилами, а отходы жертвенных животных будут сортироваться и фасоваться для дальнейшей утилизации. Для удобства населения будут установлены дорожные указатели к местам проведения религиозных обрядов и предусмотрена автостоянка. Абдулла Алиев, Гелач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала.